В мае 1990 года святейший патриарх Пимен подписал указ о возобновлении Шамардинской пустыни, и через несколько дней обитель официально передали Русской Церкви. В том же году, 27 мая, состоялось торжественное обновление храма в честь иконы Божьей Матери Утали «Моя печали». Именно этот день стал вторым днем рождения обители. В этом году, в день отдания праздника Пасхи, в Казанской Амвросиевской Ставропегиальной женской пустыни в Шамардине состоялось торжественное празднование 30-летия возрождения обители. В этот день божественную литургию в Казанском соборе обители совершил председатель синодального отдела по делам монастырей и монашества архиепископ Каширский Феогност в сослужении клириков монастыря. По окончании литургии состоялся крестный ход, а затем владыка поздравил настоятельницу монастыря Игуменю Сергию Чербакову с сестрами с днем возрождения обители и обратился к собравшимся с архипастерским словом. В нем архиепископ Феогност отметил, что в истории обители были разные времена, как было разное отношение к церкви в нашем Отечестве. Но церковь всегда жила и будет жить, и по слову Спасителя, ворота ада не одолеют ее. Владыка также подчеркнул, что главное в жизни не терять веры в промысл Божий, веры в то, что Господь управляет и миром, и каждым отдельным человеком. Есть два разных страха – страх человеческий и страх Божий. Страх Божий – спасительный, и корень страха Божия – вера. Страх же человеческий – гибельный, и корень его – неверие. Владыка Феогност призвал хранить святой спасительный страх Божий и помнить, кто Бога боится, никого не боится. Игумене Сергия поблагодарила архиепископа Феогноста за совершенное богослужение в такой значимый для обители день и преподнесла владыке на память пасхальное яйцо с видом первого восстановленного храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Утали моя печали». Продолжение следует...